ДИМА ВОРГИЯ ДИМА ВОРГИЯ ДИМА ВОРГИЯ ДИМА ВОРГИЯ Выправлять дистанционно, полностью, всеми параметрами фотоспышек. Дима, когда пришёл один из бюро, да, и начали пробовать D200 вместе с F600. Вдруг оказалось, что он далеко не всё поднял. И началась чекарда. И по интернету очень много данных. Где-то что-то работало, где-то что-то не работало. Вчера пробовал D90 вместе с Nisin 622 Mark 1. Там тоже много вопросов, половина функций не работает. Поставили D90 вместе с 568 Yungno, всё работает. Оказывается, что... Вообще, с чему всё началось? То есть, есть... Товарищ, в Canon и всё прочее. Есть 622-й синхронизатор, который вышел в осени прошлого года. И я считаю, что это очень серьезный и классный шаг. Потому что этот синхронизатор позволяет в системе Canon действительно полностью управлять дистанционным сложением. Абсолютно 7 параметров. Вот всё, что есть в фотоспышке в системе, это всеми параметрами можно управлять прямо с Canon. Почему? С 2007 года в камерах Canon всё управление полностью продублировано в самой Canon. Вы можете установить любой параметр на вспышке. И также любой параметр можете установить через дневник камеру. Абсолютно правильный дубляж. То есть, вплоть до функциональных настроек вспышки, вплоть до каких-то там брейкетингов и так далее. То есть, всё. Из 2007 года все камеры уже выпускаются с такой поддержкой. Что сделали Canon 622 для камеры? Они, на самом деле, не придумывали, как расшифровать Canon ETTL, как расшифровать систему управления стушки, не строить посреди. Тут, где между камер и сны. Это такой... Это называлось всё-таки радиоудлинителем. Умный радиоудлинитель. Здесь. В камере Canon задаются параметры. Этот синхронизатор передаёт параметры на приёмник Canon ETTL. Потом эти параметры передаются на вспышку. Вспышка обрабатывает обратно на приёмник и обратно на Canon ETTL. То есть, чистый быстренький. И очень классно получается, что это и дёшево, и в то же время полная функциональность. У Nikon немножко всё по-другому. Так вот. В Nikon всё немножко по-другому. Я до того, как появились 622, я думаю, что тоже у них есть какие-то поколения прошивок, управления вспышками. Но оказалось, что гораздо сложнее. То есть, половина функций можно устанавливать через меню рычажки камер Nikon ETTL, а половина только на вспышке. То есть, у них как-то реализована так система, что если вы ставите вспышку на камеру, всё, она работает, она отлично работает. Но нет дублированности. Абсолютно никакого. И даже не существует меню в Nikon ETTL настройках. Меню управления установок параметров вспышки. То есть, есть какие-то возможности. Вторая, первая шторка там всё очень просто делает. Нажать кнопочку сверху, и быстренько выбрать тик синхронизации, выбрать какой-то там параметр экспокоррекции вспышки. Вот. Но продублированно нет. Есть только меню управления встроенными вспышками. И всё. Так что, к сожалению, таким же путём… Почему? Ну, когда одеваешь на камеру… Что-что? Это внешнюю вспышку одеваешь, то есть, меню управления внутреннее, и переходит на внешнюю. Давайте супер. И управляет ей точно так же. Да, но это… Это… Мануал там, брикетинг, экспокоррекция, всё это работает. Это будет в рамках CLS-системы? Да, нет. Вот я сразу вышел на камеру, да? Видим? Привет, это не плачь. И вот чем я здесь могу управлять? В хорошем расчёпе, да? Мануал перешим, а наружу… А что? Через экранчик? Не-не-не. Через экранчик, вот допустим, установить мануальный и TTL режим. Только на смс-слышке. Причём? Вот здесь, прям вот именно. Где? Ну вот. Наверное, там час. Вот сейчас, да? Конечно. И это будет я сама режу. И это будет мануальный режим. Мануал, пожалуйста. Вот мануальный режим. Всё, она сейчас мануаля работает. Это управление встроенное, скажем. Вот насколько я. Щупал, смотрел. Можно для чистоты эксперимента 9 сотую одеть? Но я думаю, что разница не должна быть. Не-не, это будет встроенное, там через команды. Вверху меню, здесь вот, что написано. Флэш, контроль, пилдинг флэш. Да, да. Это встроенное. А где? Да, да. Вот смотрите. Даже если так, да, допустим. О, почти. Теперь оно поменялось. Да, хорошо. И поменялось. Но здесь-то ничего не поменялось. То есть, оно поменялось, да. То есть, оно поменялось, параметр для встроенной вспышки. Если я сейчас встроенную вспышку. Если снимете, то будет так же. Смотрите, это вот. Был неправ. А если я вот сейчас сниму эту вспышку. Подниму. Сейчас встроенную. Сейчас встроенную. И вот сейчас встроенную. Начнется. Это там режим вспышки-то датаил стоит. А у вас ISO не автоматически стоит? Нет, не автоматически. Просто нужно на большое. Хотя. У меня нет. Стоп, стоп. Ты же переведи на диафрагму. Стой. Если он сильно бегает. Это я переставил случайно. Сорри. А он что значит? Не моё. Я перебдил. Ага. Полного поставить секс. Да. Теперь надо повторить секс. Теперь надо повторить секс. А где? Исс. 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 Это тоже автоисточный. Нет. Автогенния с вами не педал. Почему? Не помню, где его там стоят. Зажмем. Запишешь. Сторгу вообще. Ну я только. Только. Не скучно. О. Нет. Скучно. А не. А не сидя. На насто двадцать восьмая стоит. Вам дальше, да? Да. Да. Не. Да. Не фокусируется. В близко сидит. Так слишком близко, у меня уже полметра. Давайте теперь проверим то же самое. Это мануально, да? Вроде как мануально. Вот это сейчас работает от потолка. Не переключает. Никоновское меню, то есть нет возможности устанавливать параметры внешних вспышек через камеру. А почему так темно получилось? Если ТТЛ, она не до экспозиции. А, ну там Страсадос 8, а здесь-то в ТТЛ она стоит. А может он коррекцию читает? Нет, можно. Нормальная свеча? Если она в ТТЛ. Все нормально. Что она говорит? Она все взяла, четко вышла. Так на грудь смотри. Нет, ну это же вспышка потолок. Сам передатчик и приемник уже должен содержать данные по управлению вспышек. То есть я не технолог. То есть я сегодня пытаюсь рассуждать обычными словами, да? То есть, грубо говоря, это не посредник. Когда я ставлю 622 для НИКа на камеру, он уже не становится таким посредником, как у КЭМа, да? А тут уже зашит определенная функциональность, с которой берется определенные данные из камеры, обрабатываются здесь, передаются уже обработанные данные, там тоже все обрабатывается, данные от мышки тоже обрабатываются, возвращаются. То есть тут уже зашит функционал по управлению. То есть идет расшифровка НИКа на системе управления без точки. Вот это вот самое главное отличие. Мало того, как уже оказалось из практики, что с каждым поколением и в зависимости от модели сама система работы со вспышками тоже может разниться. Даже там D200 и D300 вроде бы камеры одного уровня, но абсолютно по-разному работают и управляют со вспышками именно на каком-то программном уровне. То есть внешне все одинаково. Те же режимы. А в результате получается, то есть результат разный получается. Видать, НИКОН что-то постоянно меняет, что-то с их точки зрения улучшает, что-то там делает. И зачем, вот я просил, как можно больше вариаций камер и вспышек, для того чтобы понять, с какими камерами, с какими вспышками и как работает этот синхронизатор. Потому что на самом деле это, вот я за сентября месяца, я очень наглядно не оценил, как классно работать с такой системой. Когда я выставляю какой-то сетап, особенно частенько бывает, я поставил какую-то тарелку свернул, куда я не дотянусь. Я хочу ее мощность сменять. Прямо здесь снимали, где эта тарелка была на таком уровне, сверху стоит. Дотянуться туда, чтобы поменять мощность, до этого я работал, выставил мощность, и уже потом диафрагмочкой подбирал. Здесь же я могу спокойно, еще посмотрел, чуть-чуть поменял мощность, убавил, сделал. Мало того, появилась еще возможность снимать не только постановочные сеты, с централизацией вспышки, и репортажами, да, сюжетами. Когда вы не управляете процессом съемки, вы можете включить режим ТТ, и мощность уже будет подбираться сама. То есть тоже классно, вы начинаете убор, заканчивая сварпы, вы работаете с автоматической системой. И третье, режим высокоскоростной ситуации. Если снимать в местах свет, как вы хотите подсветить, не осветить, а подсветить. Допустим, на улице делаете портрет, задний план хорошо освещен, модель завели в тень, чтобы она не херилась. Сэкспонировались по заднему плану, хотите еще, чтобы этот задний план был размыт, появилась боке, ставить там 2.0, 1.6, 1.8, 2.8, как объектив позволяет делать. И выдержка у нас уходит на 1.800, вспышка уже не будет работать в обычной синхронизации. Она может работать только в высокоскоростной ситуации. И вот это тоже, вот эти синхронизаторы начали поддерживать. Так что, сразу, чтобы не путали для себя, давайте разделим. режим TPL-мануалов, это режим управления мощностью. То есть, вы либо же управляете самим вручную, либо же за вас это делает автоматика системы. Второе. Высокоскоростная синхронизация, она никак не связана с режимами управления мощностью. То есть, она либо есть, либо же вспышка позволяет работать на кротких выдержках, либо же вспышка не позволяет работать на кротких выдержках. Причем, будет это мануальный режим, будет это TPL, да ладно. В смысле, если мануальная вспышка, ну вот, работа на кротких выдержках синхронизации, правильно? Мощность, которая вспышка будет, как она будет получать выдержку, ну, чем короче выдержка, чем чаще ей нужно будет, правильно? Как она будет получить, если это вручная вспышка? А, ну то есть, если, допустим, высокоскоростная синхронизация, я ставлю мануал, и ставлю одна целая, одна десятая мощность, да? Потом одна целая, одна вторая мощность, да? Одна четвертая мощность. Выдержка у меня, допустим, одна восьмисотная, да? А, ты сам должен подобрать выдержку и мощность вспышки, да? Конечно. Конечно. У каждой вспышки, сзади инструкции по эксплуатации, есть такое, таблица ведущих чисел. Причем, есть там два типа. таблица ведущих чисел просто, и таблица ведущих чисел при высокоскоростной синхронизации. Опять же, уника, как оказалось, я, помню, года два или три назад с этим столкнулся, еще когда в Киевской школе фотографии там, преподавал, вроде бы как пастушкам разбирался, только мне все рассказал, там, как авторит, и выбирался, не знаю. Чтобы отключить этот режим, просто про старостной заговорили. Садя, а тут есть? Типа кинфот, чтобы на экранчике все параметры стоят. Вверх в ницере, когда отравлял право, да. Ну, то есть, при молодом, да. Можете два раза нажать, там еще следующий экранчик появится. О, сейчас видите, а там 200. Если я хочу управлять выдержкой, тогда 250, и как я не кручу, камера не дает. Вот, сейчас видите, то есть, я не могу снимать выдержку короче от 250, потому что, она дает 1. Можете. Чтобы, дало возможность, камеру, снимать, мотору, прицелешь, как? А, спросите, кто прицел? А спросите, кто прицел? А вот эта мощность теряется, скажем так, она, это одинаковая потеря, или в зависимости от длины выдержки, мощность теряется сильнее или слабее? Расстояние. Мощность не теряется. От расстояния понятно, при одном и том же расстоянии, при разных выдержках, одна тысячная, или одна восьмитысячная. Падает, падает, падает. Освещенность падает, не мощность. Я про мощность. Освещенность, наверное, два раза. А, светит, тогда будет с одной силой. Ну, только выдержка короче, да. Выдержка короче становится, и темнее кадр получается. Темнее кадр, ну да, правильно, повисит. Ну, кстати, и при этом, конечно же, и вспышка должна поддерживать возможность сработать просто раз. То есть, если эта вспышка не будет, то есть, нет у нее такой функции, то я не смогу включить режим автора. Потому что вспышка не даст, они постоянно взаимодействуют друг между другом, вспышкой после этого. Вот. Проводы со вспышкой. Это то, что я начал рассказывать. В общем, я рассказал про этот FP, как он включается, показал, все нормально. ко мне подходит человек, говорит, у него там, тогда только 5-ти тысяч не было. Говорит, я не могу дойти, где ты? У меня нету, ну как это? Не может быть, чтобы в камере среднего уровня не было поддержки высокоскоростных. Говорит, ну нету. Вас, наверное, где-то она зашита, как всегда, поменяли, где-то в другом месте, я поищу. Значит, наверное, в интернете так и нету. Оказывается, в 3-тысячных сериях и в 5-тысячных сериях возможность работы со вспышками на коротких выдержках просто не предусмотрена. Вы можете работать только на выдержках до 1-2 сотых, по-моему. Логику, честно говоря, этого я не понимаю. Ну, в 3-тысячных, может быть, как бы позиционируется самый начальный уровень. Ладно. Но 5-тысячные, это же средний уровень. Все неоднозначно, и по работе со вспышками это как, почему все так долго, что вышло? Если у Canon в двух словах сначала, нельзя не продублировать все управление вспышки через меню камеры и она работает. То есть здесь вот, смотрите, сколько появляется всяких «но», всяких ограничений в зависимости от матери, всяких ограничений в зависимости от вспышек, от поколения. Вплоть до того, вот сегодня жалко, что не принесли, действительно, вот мы говорили, были такие эксперименты D-40s, D-50s, по-моему, не было. D-40s, D-70s, D-40s, D-70s. Нет. А, D-40s. Да. Значит, D-50s и D-70s, D-40s, у которых была еще возможность до 1,08 снимать без режима R-P. Никак постоянно что-то экспериментирует, что-то там. И вот, со всеми этими трудностями столкнулись енкарцы и захотели все-таки выпустить 622-й синхронизатор, я бы назвал его контроллером, то есть он контролирует работу вспышек дистанционных. И вот в июне месяце они наконец-то его выпустили, в июле они пришли. Ну и теперь сразу вопрос какая же их основная функциональность. при установке на камеру Включение. В Кеноне этот синхронизатор просто обманывает камеру и говорит, что я, мол, родная твоя системная вспышка, все, включай мне все, доступы все меню, еще порядка. Здесь же она просто, вот я честно говорю, может, помогите, она начинает работать. Она начинает принимать сигналы от камеры. Нет, просто она начинает принимать сигналы от камеры, да, но там же, ну как бы, поскольку на внешнюю вспышку не подается функционал тот самый, мы смотрели, только настроенный, соответственно, он не подается и сюда. То есть, в принципе, действие тот же, просто функционал этого нет. Да, и все, в принципе, параметры уже начинают сигналоваться на самом деле. А здесь же ты не поставишь как-то на внешней стучке там свои параметры. Вот, например, смотри, горит зеленым огонек, это говорит о том, что сейчас синхронизатор в режиме TTL, автоматическое управление может быть. Нет, красный, красный, это значит, камера перестала сканировать экспозицию, то есть она заснула, да, полонажатие, опять же, появляется зеленый. У вас здесь, наверное, 8 секунд установлено. Наверное. Ну, это для экономии энергии, там можно устанавливать разные правила. Когда исчезают вот эти вот показатели, 1,200, диафрагмы вытяжки, значит, камера просто перестает сканировать экспозицию. вот, вот, и в этот момент просто красный будет. Вот, зеленый, это TTL. Если мне нужно установить мануальный режим, вот здесь вот, есть кнопочка, молот нажать, подержать, все, и он стал оранжевым. И это уже мануальный режим. То есть, я мощностью должен устанавливать уже вручную сам. А где? Вот. Ясно? Смотри. По инструкции по эксплуатации, ну, давайте с самого простого, ну, янгну, янгну, 568, 629. По инструкции об эксплуатации, гранчиков никаких нету, да? Там очень хитрая комбинация кнопочек. Во-первых, кстати, тоже из опыта, но сейчас у меня это все попробуем. Здесь вспышка, которая стоит на синхронизаторе, я имею в виду, она должна быть в режиме TTL. И здесь тоже ничего не меняется. Вот если у меня сейчас на камере оранжевый грит мануальный, то, значит, эта вспышка все равно будет уже работать мануально. Главное, что у меня на камере. Здесь вот установил TTL, и все, я ее больше не пробую. На эти параметры обращать внимание не стоит. Опять же, из опыта. Или есть какие-то там нюансы. Ты пробовал? Ну, если надо быстро. Мне пока пришлось в мануале. А мне, честно говоря, проще сделать два шага. Там надо джойстиком и мощным с основной стычкой. Добавить и убрать. Ну и смотрите. Сейчас вот это у нас в мануале работает. Просто какое-то нулевое значение. Да? Сдержишь? Ну вот, какой-то тормоз. Ну он и был. Какая-то мощность здесь выставлена. Первая проблема, я не знаю, какая мощность сейчас выставлена. Несмотря на пробу, есть какое-то по умолчанию принятое? А CLS? Так, CLS... Ухажение через... Разумеется. Разумеется. Смотрите. CLS в камере, да? Да. Захожу сюда. Вот смотрите. Слушай, модуль. Flash, да? Окей. Нет, нет, нет. Вышел, вышел. А там где? Да, кстати, да. Захожу в команду, да? Да. И вот они все параметры. Мы перечитаем. Только застроенная. А следующая группа, а группа была? Это только через встроенной. Это если я подниму встроенную вспышку, и переведу вот эту вспышку в режим ведомый, тогда я действительно могу управлять параметрами через вот это меню. Сейчас нет. Это касается только встроенной вспышки. И только. Никак по-другому не получится. То есть это меню, встроенный вспышка. Поэтому когда... Надо ставить командор на... Ну это еще дойдем. Когда ставим радиосинхронизатор, просто забываем про это меню, потому что встроенная вспышка захлебет. Вот и все. Интересно, кстати. А если ее подниму? Что-то получится? Ну тогда та вспышка не будет. Но получится. Она в полуподнятии работать не будет. Так вот. Вот она, определенная мощность. Явный пересвет. Ага. По инструкции по эксплуатации. Для того, чтобы поменять мощность этой вспышки. Мощность. Мне нужно посмотреть. На первом канале работает она. Вот этот ряд кнопочек. Он работает на одну ступень плюс-минус. Вот этот на одну три ступень плюс-минус. Все тут очень непросто. Есть кнопочки плюс и минус. Две боковые кнопочки плюс и минус. Я должен сделать полунажатия кнопки плюс, чтобы камера в режим сканирования вошла. И нажимаю, допустим, кнопку минус и удерживаю. Вот она побежала. Клоп. Я отжал кнопку. Когда она добежала до С1. Значит, я на одну ступень понизил мощность. Если там одна вторая стояла, то сейчас стала одна четвертая. Тут все так непросто. Сейчас проверим. Тебя зовут Лиза, да? Элис, да? Элис, да? Да. Для меня на отписку. Второй ступень. Смотри. Понизил на 2 ступень. Хочу еще на одну ступень. Полунажатия. Нажал, побежал, побежал. Оп. Нажал. Раз, два, три. Три раза мигнуло. Это зелененькое. Все. Значит, еще на одну ступень я понизил. Это нормальная тема. Я так и не про Викса весь этому все. Нет, ну сейчас я покажу, что оказалось не задокументированное. Видите? Ну, работает, да? Видно, что понижается мощность. Нужно повышать, понижать. Отжал, отжал сразу. Это на одну треть. Вот сейчас я плюс на одну треть сделаю. Будет мало заметно. Вот так. Внутри проще скайвер с погорельцей вспышки. Да. Но оказалось, что даже в мануальном режиме, если вот нажать на кнопочку, вот так, интересно, если я инфо включу, нажимаю. О, вот эти. Если я нажимаю кнопку вспышки, вот здесь, и начинаю крутить колесико. Ой, нет. Другой. Да. Вон, видите? Меняется, как это называется, коррекция мощности импульса. Она вроде бы как для TTL рассчитана, если автоматика сработала некорректно. Ну, посмотрите. Что эта фигня делает? Она вообще эмулирует как бы вспышку, которая стоит на камере в командном режиме. Которая работает через CL… Как это? CL… 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 Да. Если сейчас выставим вспышку, ну, внешнюю, в режим CL… Ну, CL… Ну, мастер-мастер. Ну, будет точно такую же ступу выдавать. Значит, сейчас работает внешняя вспышка в режиме команды. В режиме мастера, да? Да, да, да. Правильно. Но для этого нужно еще сюда что-то поставить. Нет. Вот эта вот штука сейчас эмулирует. Работает вспышка. Нет. Ну, разумеется, она что-то должна эмулировать. Разумеется, она эмулируется в режим мастера. Ну, так же, как ты в меню устанавливаешь установки под командную, встроенную вспышку. Но сюда она ничего не выдает, понимаешь? Нет, нет показаний никаких. Команда может стать в железе. Организована внешняя вспышка. Сейчас, сейчас, сейчас дойдем. Сейчас до этого дойдем. Сейчас до этого дойдем. Самое главное. Смотрите. То есть я могу нажать и установить, допустим, от данного значения, которое сейчас здесь, допустим, ставлю плюс один. Давайте сейчас. Ноль. А, нет. Ставлю плюс один. Видите? На одну ступень мощность повысит. Если я хочу понизить под установленную сейчас ручную мощность здесь, допустим, на три ступени. Опять же нажимаю. Нажимаю. И пусть минус три ступени, да? А вот тут, за счет чего это? Это за счет коррекции мощности вспышки или за счет коррекции экспозиции? А, нет. Экспозиция не может быть. Нет, нет. Это именно мощность вспышки. Экспозиции нет. Она 350-я, 5,6-я. Это недокументированная возможность? Да. В инструкции по эксплуатации я этого не нашел. И все-таки как-то оно управляет, получается.